привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить my life это 3 серии в ней мы будем искать медикаменты для мэри то есть помощью этого обзорного бинокля как назвать мы уже нашли она находится вон там на том дальнем здании на самом верху теперь мы будем думать как туда пробраться и нам нужно поторапливаться потому что идет песчаная буря у нас довольно мало всего то есть нет патронов я думаю по дороге мы встретимся с разнообразными бандитами потому что в этом городе их полно натурально это поэтому меня очень сильно беспокоит у мэрии натурально горячка поэтому нам нужно поспешить ребенок в беде так я примерно представляю где мы находимся сейчас манекены ненавижу сейчас мы будем спускаться выходить и искать дальше все дорога я так понимаю так пятый этаж спасибо я примерно так и понял разруха то есть полная так кто-то живой что нет нет похоже там просто каких мешок какой-то стоит с такого расстояния конечно не увидишь особо вроде как это так так ладно куда-то идем не спешим мне многие обычно вопрек ставят что я не бегаю но я никогда не бегаю потому что чё бегать то я думал это настоящая кошка отчасти оказывается в туалет наш герой покажет не хочет что ему бегать здесь нужно быть очень осторожным чтобы не вбежать куда-нибудь в непонятное так ну тут на арматуру падать не хотелось бы это поломает главную героя а мне он нужен живой целый невредимый сейчас нам нужно побыстрее спуститься как-то не потратив наши так вот эти патроны у нас у нас их две штуки еще они тоже кончаются печально так ладно погнали по-быстрому куда окна так оттуда у нас ты ты у нас страдаешь от астмы похоже недолго еще протянешь из тени помочь но у меня нет ничего что могло бы как-то тебе облечь их страдания подожди а смотри у меня есть он от него конечно стаймена плюс 3 выдержи это все что мне было нужно этого мне хватит чтобы убраться отсюда до того как песчаная буря придет хочу узнать больше о событиях после того как несколько дней были землетрясения потом у нас появилась новая угроза короче на них пепел начал валить дышать никто не мог все сидели в убежищах как в этом торговом центре у них кончались продукты целыми неделями ничего не могли сделать альтернатива была выйти снаружи наружу но те кто выходили никогда не вернулись понятно да пепел вообще это по моему страшное дело ну представьте пепел мельчайшая пыль она доседает на легких нечем дышать горят глаза надеюсь ты найдешь что ищешь я тоже надеюсь сейчас нам нужно подняться к мэй наверное проверить как там у нее дела да собственно искать выход отсюда нам нужно спускаться спустимся я так понимаю мы тем же путем что и пришли сюда куда-то вон туда нам нужно идти так мэй там как спишь да мэй пусть спит а плохой кашель кашель отвратительный сухой так вот отсюда же мы пришли да 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 спортивные товары отсюда мы поднимались спуститься я думаю будет гораздо тяжелее тут и подняться тяжелее было потому что именно здесь мы в предыдущей серии потратили все свои продукты пока я разбирался с выносливостью ну я так с ней толком ничего не разобрался поэтому не думайте что сейчас что-то будет по другому если что вдруг так я могу как-нибудь по другому спуститься я не хочу туда идти просто натурально не хочу ага смотри это мне даст возможность подняться повыше вон туда где костер горит но это я так понимаю я не с этого этажа туда попадаю да? потому что наш поркурист не сможет через этот заборчик перелезть это же непреодолимая преграда ну ладно давайте пойдемте туда у нас другой выбор похоже не остается мне по крайней мере так кажется так так говорят что спускаться легче чем подниматься я бы не сказал так так висели на нем прыгай давай еще маленький отдохнем прыжок 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 давай пошел 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 блин это плохо кончится я уже практически около самого этого уже где можно спрыгнуть но сейчас я просто могу помереть давай 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 ну прыгай ты в эту сторону ну прыгай ты мать твою что это было я не понимаю вообще не хотел спрыгать возможно мне не сюда нужно идти я просто не понял я нажимал в сторону от стены подожди мне че сейчас по новому наверх подниматься да вы издеваетесь да 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 смотри офигеть это же сколько я прошел то так давайте выключим запись пока так а продолжаем я по новому дошел до этого места где подняться можно и так как я очень глазастый то я в первый раз не заметил я заметил такую очень важную над сказать деталь лифт у нас тут теперь работает и мы можем спуститься поэтому давайте именно так мы и поступим я очень внимателен очень внимателен интересно это нас сразу на первый этаж привезет или куда но в этот раз мы конечно не помогли ой скрипучее кресло мы не помогли тому парню с астмой но я думаю когда мы будем возвращаться к мэй если мы сейчас окажемся там где я думаю а мы я думаю сейчас окажемся на первом этаже то тогда мы ему дадим этого респиратора если он там времени конь не двинет так мы прямо на улице здесь а у нас и нет этого респиратора где мы в прошлый раз взяли а ну где то там да 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 так что ладно не судьба видимо браток так что то мне на улице не нравится и начинает поддувать эта буря похоже все ближе так карта обновлена нам нужно куда то вот сюда пройти и очень высоко высоко тут подняться так то в целом близко но это только кажется он туда куда туда подожди нет вот это здание да вот это или за ним ладно узнаем сейчас прицесс к линии не пересекать текстуры просто шикарнейшие я скорее додумал чем прочитал эту надпись так у меня есть что пожрать? может полностью восстановить? ну практически полностью потому что эта музыка вот тревожная она постоянно играет когда стамина мало меня это натурально начинает выводить из себя пока что главный раздражающий фактор так ну туда я могу спуститься скатиться то есть но нужно ли мне это? давайте осмотримся похоже что дороги то другой нет особо вот там внизу все в пыли уже бра-тюня хоть пожрал перед смертью держите р-1 во время скатывания то есть скольжения чтобы замедлить себя ох как спину можно ободрать от такие камни так так нужна вода кому-то уже не нужна он уже мертвый умер погиб и что вы хотите сказать мне нажмите р-1 во время скатывания чтобы замедлить себя ну это мы знаем но пока что я один путь вижу он туда возможно еще как-то ну не знаю блин повезло тебе конечно я только не запомнил как нашего главного героя зовут но повезло ему что у него такая отличная физическая подготовка так погнали ой ой это че такое а ну ладно я подумал что-то плохое фу пылище я буду идти вниз в пепел пойти чтобы достичь этого места мне честно говоря не очень хочется так там наверняка будет не очень кулюторно поэтому давайте-ка мы сразу посмотрим мы спускаемся и нам нужно бежать вперед без остановки кажется мне что ничего хорошего у нас там не ждет а нет смотри нормально когда в тяжелом тумане твоя выносливость будет постепенно снижаться а что дальше делать я так и не заметил поднимайтесь повыше чтобы установить свою встамину я бы с радостью думал блин давай лезь 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 давай лезь 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 не очень послушный у нас герой выкобенивается постоянно что-то не то делает я это еще в первом взгляде отметил так ну ладно тут хоть есть чем подышать мне лучше почаще выбираться из этого почему он называет это туманом ну короче говоря из этого пепла как можно чаще у нас вообще какой то кошмар нет там ничего так а я почти дошел где-то вон там вон где этот кран это наш ориентир дом еще не достроен был так как-то обновлена провал а нам нужно я наверное туда буду способен забраться вам говорю и оттуда я смогу попасть на стройку так для этого мне нужно будет спуститься в пепел я так понимаю вот отсюда так нафиг ух какая пакостная тут среда обитания давай обратим быстрее убираться нужно отсюда ну нафиг оооо это может быть опасно лан вроде нормально прошло оооо это может быть опасно лан вроде нормально прошло чем-то показали когда вы встречаетесь с кучей врагов найдите сначала тех что с оружием они самые опасные кэп как говорится не дремлет большинство персонажей не будут атаковать тебя если ты не будешь бежать и не будешь доставать пушку когда скользишь нажимая Р1 чтобы замедлить тебя левый стик и крестик чтобы крутануться так ну ладно это у нас хоть маленькое защитит от пепла а нам нужно куда-то сюда видимо нет или по этим ползти так то это логично что заброшенная стройка плохо дохрена арматура может быть опасной так тихонько тихонько братья не держись неохота падать туда вниз честно говоря так ты типа тут мародерствуешь мы стреляем написано похоже здесь кто-то есть вода ну блин не поднимайся бутылка воды настоящее сокровище давайте вниз опустимся там я видел что-то блестит здесь у нас пыль да подожди где же что-то блестело а а вот оно боль утоляющих что-то много боль утоляющих дают сколько у меня их уже 4 упаковки вроде так то и не сложная игра зачем они мне так ну вроде пока выносливость не убавляется давайте посмотрим вот здесь а ну здесь у нас стекла понятно мне пару патронов в этой игре натурально пара патронов постареть уже все чувствуешь себя королем богом не так как скажем в Call of Duty где у тебя там 200 патронов при том что ты не знаешь даже где он такое количество носит так мародеры будут застрелены ну и меня можно отнести к мародерам так то потому что мы сюда пришли как раз кое чем поживиться так что мне тут делать шо так ползли быстрее довольно таки удобное управление постепенно начинаю к нему привыкать а нравится по большей части именно то что нужно продумывать свои действия а так в целом конечно стандартный такой как это назвать симулятор паркура хотя паркур маленько про другое паркур вообще французским спецназом был придуман если кто не знает что мы можем сделать он все равно не выживет ты хочешь его тут просто оставить я тебе говорю мы ничего не можем сделать уже два дня чувствуешь как у рука пахнет она разлагается черт это от его руки такой запах ладно видимо ты прав друзья мать вашу девы так мозгу тревожно заиграла видимо с ними нужно быть поосторожнее надеюсь игра на поздних этапах не перерастет в куц и такой шутер эй пацан иди сюда мы гостей не любим а пошел нахер а пошел нахер стояк ты че тут эй окей что ты хочешь пожалуйста пожалуйста отошел отошел я говорю и че пошел я блок я и блин я его хотел в огонь толкнуть я ж кровожадин че тяжело тебе братин не надо было на меня пушку направлять пуля в живот это ничего хорошего я тебя понимаю я б тебя добил чтоб ты не мучился не оставляй говорит меня тут умирать а а а а блин блин оставить его мучиться все умер бедолага вот это вот поведение вот оно не свойственно современным играм поэтому как то принимает это все меня такого впечатлительного именно такие детали вот подкупают мне натурально захотелось его добить чтоб не мучился потому что пулю в живот это кошмар так ладно у нас опять пылища да а нет она пониже хорошо по этой арматуре я наверно смогу подняться а так в принципе почти дошли уже скоро мы и будем лечить да блин ну вот единственная проблема у данного персонажа то что я нажимаю вперед он не хочет подтягиваться он влево вправо лезть охоту вот ему натуре вот так вот вломить просто я не знаю насильно свернуть такие дряньи феи временами когда висишь над пропастью такой и он блин не хочет делать то что тебе нужно скотина сейчас конечно это не так страшно вот когда у нас будет совсем там выносливость кончаться он начнет опять свои такие кренделя делать меня надо сказать это огорчит так ну ладно вроде здесь больше никто не живет кроме тех трех доходяк и что мне делать я пока не понял но куда-то нужно двигаться сюда похоже эй смотри говорит тут там у нас компания ребята добрый день смотри куда направляешь ты стреляешь меня и мой друг убьет тебя ты больно говорили у нас да да какой нахрен друг какие нахрен друзья твои друзья мертвые все так похоже я заспану к тебе зайти не могу ну ладно с одним то я уже справлюсь силенок у меня хватает он какие мускулы здоровые блин а наш герой страшный человек да меня неплохо так подранили надо подлечиться и у нас есть один патрон лично слабовато конечно так чё ребята мучимся пора привыкать к этому не забывай пожалуйста не забывай кара у нас тут стоит так один патрон есть это уже хорошо блин давайте еще вот так вот будет нормально подлечились чтобы в случае чего с одного выстрела не помирить ну ну ребята надо сказать опасные но пистолет решает конечно так сюда падать я явно не хочу это по этому крану я что ли туда или мне по этому зданию выше нужно или как вообще нет я на том здании нахожусь который мне нужно просто мне нужно повыше подниматься так почему бы тебе не взять этот трос он тебе явно пригодится пока есть бери бля веревка по моему в любом хозяйстве тем более когда такая беда приключилась очень полезная вещь хотя наш герой обвязан веревкой что ему-то так если вы слышите непонятные крики то это с улицы я сегодня забыл опять закрыть окно ну не то что забыл просто жарко очень у нас очень быстро лето наступило то есть в Москве это там у народа еще окна боятся открыть прохладно а у нас уже недели две как с голым пузом только возможно ходить у нас уже двадцать двадцать пять постоянно по тридцать даже один день было нифига себе весна да так ну ладно ребята так здесь один крутой парень и более слабый убей крутого сначала и слабаки сдадутся слабаки вот тут слабаки есть так стоять кто из вас самый крутой кто смелый это твоя шестерка что ли это не заткни пасть не к у браза видимо ребята у вас сегодня второй день рождения потому что сегодня вы не умираете и вас просто вырубил так хорошо тут у нас кухня была какая-то похоже или они тут варят что-то химия поймешь так ладно почти добрались вот такое ощущение у меня есть короче определенная тактика интересная если в этих ребенок перестрелках не перестрелка даже скорее просто отновения нужно продумывать свои действия а не просто тупо палить во все что движется так у нас новый патрон то есть не для пистолета а именно чтобы когда ползаешь закрепиться и передохнуть в воздухе повиснуть между небом и землей кратка высоковато там наверху этот ящик так ну и что давайте на этом прекратим эту серию наверное хотя давайте в этой серии доберемся до ящика а следующий уже пойдем дальше там внизу я видел что-то блестит поэтому мы спустимся сегодня серия у нас будет более длинная так и как вот а вот понятно потому что обрывать уже собственно перед логическим завершением данного задания помню очень красиво аптечка хорошо так спрыгивай а так вообще наш сейчас ждет геморрой еще тут похоже подъем наверх не знаю посмотрим если погибнем то прекратим серию а так мне кажется что не так уж и много осталось найди два две канистры чтобы заправить лифт и подняться наверх так ну ладно хоть спускаться не придется но не знаю что то похоже еще дофига всякого нам тут придется поделать так что давайте мы прекратим на этом серию потому что ощущение что это еще затянется минут на десять а это уже просто я в график тогда не уложусь увидимся следующих сериях пока что все просто прекрасно очень круто мне очень нравится эта игра просто радует совершенно не ожидал думал будет интересно а тут натурально погрузился с головой короче говоря как бы там ни было надеюсь вам нравится тоже оставляйте комментарии ставьте пальцы вверх с вами был артур всего хорошего пока 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 а Продолжение следует...